Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьёв. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Мероприятие к 75-летию атомной промышленности. Итоги пятого отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills 2020. Форум юных фотографов. На Смоленской АЭС в работе второй и третьей энергоблоки. Общая мощность составляет 2025 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер один с 5 июля находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 24 дня августа составила более 1,1 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 44 миллиона. С начала года выработано более 13,2 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана – 313 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В честь 75-летнего юбилея атомной промышленности 21 августа в Центре культуры и молодежной политики участвовали ветеранов Смоленской АЭС, посвятивших трудовую биографию, становлению и развитию отрасли на Смоленщине. Как подчеркнул в поздравительной речи глава Десногорска Андрей Шубин, сотрудники и ветераны атомной промышленности не просто заряжают энергией Десногорск, но и вносят значительный вклад в формирование нового качества жизни, улучшение комфорта в городской среде. Я очень благодарен вам за превразившийся город. Корпорация «Росатом» – это не только один из глобальных мировых лидеров, но и надежный, социально ответственный партнер для нашего города. Желаю всем успехов, новых производственных достижений и благополучия. Крепкого вам всем здоровья, будьте всегда на шаг впереди. Более 20 ветеранов атомной энергетики и промышленности в торжественной обстановке были награждены медалью концерна «Росэнергоатом» имени Игнатенко, медалью Госкорпорации «Росатом» 75 лет атомной отрасли России. Прекрасным финальным аккордом вечера стал концерт вокальной группы «Новые голоса» из Москвы. Хочу сказать всем моим коллегам, работникам атомной промышленности и, в первую очередь, конечно, атомной энергетике, что недаром они посвятили года, а может быть и всю жизнь, работе на этих предприятиях, на атомных предприятиях. Это и интересно, и, в общем-то, сложно и ответственно. У нас очень чисто, красиво, город нравится. И нам на Смоленской атомной очень даже очень… У нас дети работают, думаю, и внуки начнут работать. Поэтому и очень даже мы рады, что оказались здесь в то время, вот на комсомольской стройке. Накануне 20 августа на онлайн-площадке atom75.ru составился квартирник «Росатома». 25 ветеранов Смоленской АЭС стали зрителями концерта. Для них просмотр был организован в сессонии Трино. Все желающие смогли присоединиться к знаковому событию прямо из дома. С юбилеем с экрана всех поздравил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. Настроение 75-летнего пути подчеркивали песни в исполнении хора турецкого и арт-группы «Сопрано». Красной нитью через эфир прошла главная мысль. Атомная промышленность – это в первую очередь увлеченные своим делом люди, чьими достижениями может гордиться страна. Я принимаю участие в таком событии первый раз. Вообще, квартира, насколько я понимаю, проводится первый раз в нашей отрасли, по крайней мере. Это интересно. Мне нравится, как ветераны с большим энтузиазмом и интересом смотрят представления, то, что нам показывают сейчас. Я сам с удовольствием смотрю. Хорошая находка. Приятно смотреть, как это всё начиналось и интересно. Внукам надо будет эту книжку, которую нам сейчас подарили. Надо будет обязательно показать и рассказать всё, что здесь мы увидели. 20 августа завершился пятый отраслевой чемпионат профессионального мастерства AtomSkills 2020, который проходил в онлайн-формате под девизом «Честная игра – возможность для всех». В общий зачёт команды электроэнергетического дивизиона достойный вклад внесли работники Смоленской АЭС. В компетенции «Аналитический контроль» лаборант химического цеха Вера Короленко завоевала золото, лаборанты Ольга Шафар и Ольга Корюхина – серебряные медали. В номинации «Инженерное мышление Каракури» второе место заняла наша команда в составе ведущего инженера-технолога цеха централизованного ремонта Степана Ершова, представителей цеха «Хаят» ведущего инженера Евгения Гунькова и оператора Дениса Шинцова. Воспитанники Дома детского творчества Десногорска Анастасия Моисеенкова и Ангелина Литовченко стали призёрами экологического форума, состоявшегося в Ленинградской области. Ежедневно они учились фотомастерству у экспертов под руководством профессора Петровской академии наук и искусств Владимира Медведева. Изучали пейзажную, портретную и репортажную съёмку, работу со светом и цветом, композиции кадра, настройки фотоаппарата. В рамках форума прошли два телемоста с венгерскими и белорусскими партнёрами проекта, во время которых ребята смогли пообщаться и обменяться впечатлениями. Ангелина Литовченко заняла третье место в номинации «Архитектура», Анастасия Моисеенкова – серебряный призёр в номинации «Большой маленький мир» и бронзовый призёр в номинации «Взгляд». Выставки фоторабот «Ребят» победителей этого года проедут по всем городам расположения АЭС России, Венгрии и Белоруссии. 2021 год станет юбилейным для проекта. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok